Приветствую всех на канале MarketBlog. Сегодня опять Drift. Уже второй раз BitLog Pro Am Drift в Одессе. Видео с прошлого раза вы найдете по ссылке внизу в описании. BitLog Pro Am Drift – национальная украинская дрифт-серия. Проводится она уже в Киеве, в Одессе и во Львове. Сегодня уже четвертый раунд, который расставит точки над «и» в общей турнирной таблице. Итак, вчера был тренировочный день. Участники прикатывались к конфигу, привыкали к самой сложной в Украине трассе. Торжественная часть с парадой представления пилотов. Всего в Одесском этапе зарегистрировалось 53 пилота. На квалификацию вышел 51 участник. Два пилота объявили техсход. Сама квалификация получилась очень неожиданно и в то же время интересная. По результатам квали отбирается 32 пилота, которые продолжают соревнования дальше. Большое количество пилотов, много неудачных попыток как у начинающих, так и у опытных дрифтеров. У того же Эрика Асатурова и Сергея Губанова получилось по одной удачной попытке. Но тем не менее, они все-таки попали в ТОП-32. А вот Нортон так и не смог приручить чужой автомобиль. И с нулем, и еще с большей мотивацией уехал строить свой корч. Также не прошел квалификацию Андрея Луцка и его Лола, команда Лемарт. А выиграл квалификацию Артем Харуский. Как же хорошо и планика где-то... Артем, без мотива. Думаю, будет очень неплохой идеей среди зрителей этого видео разыграть футболку от сувенирной компании Ямайка. В общем, смотрим видео, комментируем. Условия разыгрыша футболки внизу под видео в описании. ТОП-32 парные заезды. Начались они с небольшого контакта Харульского и Твердовского. Пилоты стартуют где-то там вдалеке. И пока добираются к зрителям, проезжают две зачетные зоны. А все трансы доступны онлайн зрителям на YouTube. Трансляцию соревнований организовывает Битлог на своем канале с крутыми ракурсами и повторами. Под видео будет ссылка на запись на насляции соревнований. Зато те, кто пришел сюда на шестой километр, больше и глубже погружаются в атмосферу дрифта под шашлычок и кальян. Не везет сегодня многим лидерам общего зачета и просто крутым пилотам. Никита Лукьянов оформил текст-код еще в начале гонки. Вы были Ярослав Трэш и Дмитрий Илюк. А вот Александр Косоков вообще не принимал участия в одесском этапе. По проигранному заезду с Губановым Черногор даже подал протест. Но после длительной паузы судьи остались при первоначальном решении. ТОП-16. Страсти накаляются. Асатура уступил Рябеевой. Юрий Рак Агееву. Прошли дальше. Малиновский, Харольский, Губанов и другие. Организация очень организованная. Как и по спортивной составляющей, по зрелищной и по безопасности зрителей. Хотя это создавало небольшие проблемы в поисках интересного ракурса съемки. Битлук на сегодняшний день задает тон, показывает, как должны проходить автоспортивные соревнования и не только по дрифту. Самый молодой вид автомобильного спорта – дрифт – прогрессирует и растет на глазах. Сюда приходит все больше спортсменов, зрителей и самые важные спонсоры. Не последнюю роль в этом играет организация соревнований, учитывающая интересы всех сторон и доступность и открытость информации. Весь дрифт живет в Инстаграм. В общем, есть чему поучиться организаторам других автомероприятий. Широко вторую зону. Широко замаривается и пропускаем. Одним колесом по третьей зоне. По результатам ТОП-8 у нас тут намечается чисто одесский финал. В ТОП-4 у нас только одесситы. Андрей Агеев, Вячеслав Рябинин, Юрий Малиновский и Сергей Губанов. Но тут тоже не все так просто. Солнце практически село. Рябинин слетел с трассы и гонку продолжал на машине Асатурова. У Губанова начались технические проблемы, о которых он расскажет на своем канале. Ссылка будет внизу в описании. Ссылка будет внизу в описании. Ссылка будет внизу в описании. в итоге все закончилось шампанским надеюсь было познавательно интересно жду от вас комментариев и лайков подписывайтесь на мой канал всем удачи всем пока удачи